теперь каждую среду на моем youtube канале появится новая рубрика которая называется ask me как предлагать себя как не стесняться высказать какое-то предложение или в принципе проявить себя и рассказать о себе боже там тысячи идиотов которые сидят и смотрят этих мальчиков с надеждой что тебя там научит чему-то такому где и чему обучаться ольга где учиться бизнесу где еще чему-то учиться чему нужно учиться недавно моя подруга кстати призналась рассказала оля отличный инструмент для того чтобы научиться продвигать себя любимого или свой бренд свою компанию продавать там привет друзья ну вот и настал тот самый момент когда теперь каждую среду на моем youtube канале появится новая рубрика которая называется ask me теперь вы сможете задавать мне самые интересные вопросы а я буду стараться полноценное видео посвящать разбору именно данной конкретной темы и сегодня мы поговорим с вами на один из самых важных вопросов которые мне постоянно задают где и чему обучаться ольга где учиться бизнесу где еще чему-то учиться чему нужно учиться давайте поговорим об этом и так естественно что всех кто смотрит мой канал интересует вопрос где учиться бизнесу особенно если бизнеса нету особенно если ты еще молод особенно если ты никогда этим не занимался мы все знаем что высшее образование в странах снг очень популяризирована нужно сыночек и дочечка идти учиться в школу именно так говорят нам родители в начале потом они говорят ты должен идти учиться в университет и мы не понимающие ничего дети бежим в университет садимся и начинаем учиться чему ну потому что выбирают родители чем или кем модно быть модно быть юристом модно быть экономистом модно быть менеджером мы сами не понимаем кем мы хотим быть и что самое главное мы не понимаем самого основного а точнее не понимают наши родители они понимают они следующее что на сегодняшний день тогда когда в мир активно вошел интернет, тогда, когда информация с каждым днем меняется, а обновление на телефоне не успеваешь загружать, потому что пока ты там спал, что-то делал, уже появилось новое обновление, новое обновление и новое обновление. Все очень быстро устаревает, поэтому тренд того, что нужно много знать, много читать и держать много информации в своей голове, ушел. Пока. На самом деле пришел другой тренд. Сегодня нужно немного знать, сегодня нужно знать главное, где найти ту информацию, которая тебе нужна и, соответственно, какая информация тебе нужна. Поэтому давайте разбираться. Я прежде всего за то, чтобы мы точно знали, чего мы хотим и могли найти эту информацию в нужное время и на том этапе... Нет, неправильно, сейчас еще раз. Поэтому давайте разбираться. Я считаю, что на сегодняшний день одним из самых важных пунктов, который у нас должен быть, это опыт. Это опыт, который мы получаем благодаря тем навыкам, которые приобретаются в непосредственной деятельности. Когда мы идем в университет, как правило, никаких навыков нету. Мы постоянно учим, учим, мы сдаем параграфы, мы получаем оценки, мы очень довольны и потом приходим с вот этими книжечками, говорим, у меня зачет, у меня пять, у меня еще чего-то там. А навыков никаких нету. Поэтому самое ценное, что у нас есть, это то, когда мы получили необходимую нам информацию. Например, нам надо узнать, как снимать этой камерой. Согласитесь, глупо изучать камеру очень долгое время, все детально о ней узнавать, но ни разу не держать ее в руках. А после того, когда ты ее изучил, вдруг, опа, а вышла уже новая камера. Обидно. Поэтому самое главное, что мы можем сделать, это взять непосредственно камеру и начать смотреть видеоролики, как ей пользоваться, читать инструкции и постоянно применять, применять, применять. Именно после того, когда мы эти навыки применили, мы что получили? Самое ценное, опыт. И когда мы приходим, например, устроиться поснимать влог Ермиловой, и мы говорим, а вы знаете, я изучал камеру Sony Alpha S3 2DO, и что вы о ней знаете? Ну, я знаю, какая у нее матрица, я знаю, какая у нее еще что-то, а вот вам камера, можете что-то сделать? Ну нет, я еще ничего не делал. Глупо. Самое главное, что вы можете сделать, это сказать. Давай, становись, Олечка, сейчас я тебя буду снимать и начать снимать. И, естественно, именно благодаря этому я вас возьму или не возьму на работу. Точно так же работает все остальное. Поэтому запомните, сегодня самое ценное, это те навыки, которые у вас есть, и тот опыт, который в результате дает или не дает вам возможность зарабатывать больше, расти, развиваться и так далее. Так, где же все-таки и чему учиться? Давайте разбираться. Где учиться бизнесу? Вообще, как этому научиться? Вы знаете, самое главное, что я поняла, бизнесу нужно учиться, непосредственно получая тот же самый опыт. Но все-таки, если вы никогда не сталкивались с тем, что такое бизнес, вы не понимаете, что есть продукт, есть упаковка, есть маркетинг, для вас это все дико и непонятно, то нужно где-то, хотя бы единоразово получить структурные знания, чтобы все это разложить, чтобы у вас не было масса всяких ненужных мыслей или страхов, что у меня нет денег на открытие бизнеса, у меня еще чего-то нет. Короче, чтобы всего этого не было, нужно пойти и узнать, как это все построено. Где же это узнать? Я рекомендую, друзья, пойти вам в БМ. Вы не знаете, что такое БМ? Мне кажется, уже все знают, что такое БМ. На самом деле, бизнес-молодость – это два классных молодых человека, кстати, которые уже скоро будут совсем не молоды. Вот что, конечно же, радует меня, потому что не только же я должна взрослеть. Так вот, Петя и Миша, которые основали бизнес-молодость, где они, собственно, и учат тому, каким образом должен выстраиваться бизнес. Многие сейчас скажут, ой, БМ – это отстой, БМ, БМ, БМ. На самом деле, неважно, отстой это или нет, если вы не пробовали, вы не знаете. А если у вас не получилось, ну, я потом расскажу, что если у вас не получилось, что это означает. Так вот, почему лично я рекомендую вам БМ? Первое. Самое главное – это системность. Ребята очень просто, на нормальном, обычном языке расскажут вам систему, принцип, что такое бизнес, из чего это состоит. Разложат на простые кирпичики и, по крайней мере, вы начнете понимать, вам это подходит или вам это не подходит. Это не для вас. Второй момент. Вы сможете что-то попробовать сделать, при этом без вот этих страшных моментов, что вам нужно продать почку, квартиру. Вы попробуете создать бизнес с минимальными вложениями. Принцип денег построите. Ведь не надо изначально, если вы ни черта не умеете делать, что-то там запускать себе, завод, ресторан. Ваша задача понять вообще, вам это подходит или нет. Ведь предприниматель – это определенный образ жизни, определенный образ мышления, это определенный кайф от того, что ты постоянно находишься в неопределенности, от того, что ты не знаешь, что у тебя будет завтра, от того, что ты в вечной авантюре, от того, что у тебя постоянно горит завтра. И это должно или нравиться, или нет. Так вот, благодаря тому, как ребята из БМ рассказывают, что необходимо делать, вы можете это попробовать, не продавая почку. Потому что их система изначально говорит о том, что вам необходимо, или вы можете сделать какой-то бизнес, не имея при этом товара, не имея при этом чего-то, что требует ваших изначальных денег. И это очень важно. Так, третье я забыла. И, наконец, самое главное – это тусовка. Это те люди, которые будут вокруг вас. Многие говорят, боже, там тысячи идиотов, которые сидят и смотрят этих мальчиков. Ну, знаете, может быть, это и тысячи идиотов, но я бы с этим поспорила. Я считаю, что очень круто, когда рядом с тобой, наконец-то, есть не идиоты, идиоты, которые сидят и говорят, у тебя ничего не получится, а те, которые пробуют, у тех, у которых горят глаза, у тех, у которых получается и не получается. По крайней мере, ты можешь тут же приобрести первых клиентов, возможно, ты можешь приобрести первых партнеров. По крайней мере, ты получишь тех людей, которые будут тебя поддерживать, хотя бы в том, что ты пытаешься что-то делать, а не сразу же рубиться на корню и говорить, у тебя ничего не получится, сиди молча и ничего не делать так вот что самое главное благодаря вот обучение бизнесу ты сможешь поварившись в этом месяц два-три понять это тебе подходит или нет если ты будешь чувствовать себя страшно и дискомфортно и это будет дискомфорт который понимаешь который не будет тебя вставлять который вот 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 ты будешь от этого или будет хотеться забыть это тогда ты будешь точно знать что бизнес сегодня это не для тебя если тебе не поможет то что сейчас дает б.м. изначально то тебе вряд ли что-то поможет другое потому что то количество энергии драйва которые ребята вкладывают и вкачивают вряд ли ты найдешь где-нибудь еще ну кроме меня но я не учу бизнесу поэтому меня может только смотреть поэтому а попробуй и когда ты поймешь принцип бизнеса ты поймешь что что учиться этому уже дальше не нужно главное понимать как это работает все остальное навыки опыт навыки опыт навыки опыт и так пункт номер два как подавать себя как бы так вот стать перед камерой и нормально начать разговаривать как разговаривать с партнерами как предлагать себя как и не стесняться высказать какое-то предложение или в принципе проявить себя и рассказать о себе согласись это может быть для тебя проблемой и очень многие люди не имеют успеха или не имеют какого-то продвижения которое бы им хотелось вплоть до того что не могут устроиться на хорошую работу именно потому что стесняются себя преподносить не знают что себе сказать а на сегодняшний день навык коммуникации навык умения презентовать себя ну так красиво звучит презентовать но в то же время у тебя есть в пару минут чтобы произвести впечатление так каким образом это сделать я тебя успокоит от навык тоже развивается и тот человек который может тебя этого научить уже тебе знаком потому что совсем недавно я снимала с ним интервью и это радислав гандапас ты уже наверняка заметил что радислав гандапас очень харизматичный мужчина все когда его слушают особенно женщины дымущие тоже говорят недавно моя подруга кстати призналась рассказала оля я не знала что-то знакомы с радиславом гандапасом это мужчина моей мечты я сказала да я с ним знакома он действительно харизматичный и здесь дело не только в его харизме а и в том что он каждый день постоянно отрабатывает себе этот навык если вы думаете что он таким родился то конечно может быть радислав скажет да я таким родился но работы за этим стоит очень много и тебе тоже ничего не мешает начать работать поэтому я оставлю обязательно ссылки под этим роликом на видео радислава гандапаса который лично мне очень нравится где он рассказывает о том каким образом себя лучше презентовать как не бояться публичных выступлений рассказывает как в себе эти навыки прокачивать обязательно займись этим потому что этот навык сегодня в современном мире крайне важен еще кстати в разных городах есть такие специальные школы или даже не школы какие-то сообщества где собираются люди а есть какой-то главный человек который все это собрание ведет и эти люди учатся выступать точно так же как и ты не умеет этого делать они выходят в круг и есть какое-то задание например рассказать о себе и человек начинает о себе рассказывать вот ты выходишь ты очень сильно стесняешься но ты знаешь что все эти люди которые пришли они также как и ты не умеет ничего рассказывать они тоже учатся и тебе становится легче так вот я хочу сказать что в тот момент когда ты а в незнакомой обстановке перебарываешь себя и начинаешь говорить и в какой-то момент у тебя начинает уже что-то кроме других вот таких вот вещей что-то начинает получаться у тебя появляется огромное количество энергии потому что только что ты сделал шаг вперед только что ты стал лучше чем ты был вчера и это кайф поэтому обязательно найди такие мероприятия и попрактикуй помни о том что возможно когда ты будешь к примеру открывать свой youtube-канал и захочешь записать первое видео но тебе не понравится второе тоже 10 тоже и возможно салтая тоже нет а на 101 ты просто привыкнешь что ты так ужасен ну тебе это понравится на самом деле все навыки вырабатываются поэтому работой над этим и тебе это явно поможет жизнь еще один навык которому многие хотят научиться и спрашивают как научиться управлять другими людьми но в смысле своим персоналом не миром повелевать пока что хотя почему нет а просто управлять другими людьми знаешь я в этом вопросе имею весьма неоднозначную позицию потому что я встречала много управленцев у каждого из которых была своя модель и у каждого она работала иногда человек ее менял иногда нет поэтому очень сложно сказать каким образом тебе управлять людьми потому что это как в личных отношениях нельзя говорить что все женщины должны быть первыми а все мужчины должны быть сло чтобы ей нравится нет есть разные люди и есть разные отношения но самое главное наверное достигается в моменте твоего личного опыта и наверное первые 50-100 сотрудников это будет всегда твой опыт не всегда правильный не всегда приятный и все-таки есть один человек который мне нравится каким образом преподносит вот этот формат общения сотрудника и руководителя зовут его владимир тарасов ну не написал ладно по мужик героя книга ты герой помогаешь помню итак я рекомендую тебе обратить внимание на такого человека как владимир тарасов этот человек имеет такую специализацию именно управленческую он написал несколько книг и одна из них называется книга для героев если ты думаешь что эта книга суперменах и спайдерменов то в принципе почти угадал но это те люди которые являются управленцами и он достаточно в интересной форме рассказывает об отношениях как раз между подчиненными и между начальниками почитай ее и возможно в твоей голове что-то переменится и какие-то моменты придут вот тебе на помощь но помни о том что управленческий момент это прежде всего отношения и здесь уже очень важно но и очень много зависит от того каким образом ты привык относиться к людям таких людей ты подбираешь и каким образом дальнейшем вы складываете свои отношения поэтому здесь я бы не давала однозначных каких-то советов и не рекомендовала бы посещать каких-то море тренингов почитай владимира тарасов на самом деле в современном мире как я уже говорила достаточно глупо держать все в голове опыт опыт еще раз опыт это самое ценное что у нас есть но в то же время приходят много новых различных таких инструментов с которыми нужно уметь работать например инстаграм для того чтобы уметь работать с этой социальной сетью нужно знать много моментов и нюансов благодаря тому благодаря можно много нюансов ну правда сбивает все знаешь ну я ж не не там птичка летает там еще что-то например социальная сеть instagram отличный инструмент для того чтобы научиться продвигать себя любимого или свой бренд свою компанию продавать там но каким образом это делать для этого создаются специальные тренинги где люди очень досконально изучают и рассказывают как это все работает как настроить аккаунт каким образом привлекать что там постить почему бы это не изучить зачем тратить свое собственное время и не всегда факт что ты там все это изучишь если это можно купить вот за такие тренинги я за поэтому я всегда стараюсь изучать те инструменты которые мне на сегодняшний день нужны например я решила изучить youtube супер я нахожу тех людей которые создали какие-то программы тренинги где системно объясняется что мне с этим делать поэтому обучаться этим вещам нужно но в остальном если ты постоянно ходишь на тренинге если ты чувствуешь себя уже неким маньяком но при этом ты ни черта не внедряешь при этом ты понимаешь что ты никак не меняешься и денег с каждым обучением или с каждым университетом что ужасно не становится у тебя больше а ты drowning маньячишь-маньячишь-маньячишь знаешь на что это похоже представь себе что у тебя есть холодильник несложно представить а теперь представь себе что ты покупаешь туда продукты и складываешь их складываешь складываешь и ничего из них не готовишь они мне продумMay these are done Купаешь продукты, из которых ты не готовишь. Научись со знаниями вести себя так же, как и с продуктами. Ты знаешь, что ты хочешь приготовить лазанью? Супер! Купи себе инструменты на лазанью, продукты. Приготовь их, съешь их и наслаждайся. И после этого думай о том, что ты хочешь кушать на следующий день. Зачем? Зачем своих детей ты заставляешь зубрить то, что сама бы никогда в жизни не выучила? Зачем? Зачем сегодня держать в голове вот этот огромный объем информации? Научитесь опустошать свою голову. Научитесь ровно сейчас задавать себе вопрос. Что мне нужно сегодня? Какие знания мне необходимы сегодня для того, чтобы приобрести навык, который создаст мне опыт, благодаря которому я стану лучше, круче и богаче? Мне кажется, что сегодня время именно такое. И нужно работать непосредственно над этим. Прекращайте маньячить в обучении. Лучше заряжайтесь. Обучение сегодня самое главное. Это то, когда вы знакомитесь с новыми людьми. Это нетворкинг. Это когда вы куда-то приходите на какие-то мероприятия для того, чтобы стать богаче, с новыми связями, с новыми знакомствами. Как будто что-то предложить, что-то узнать, прокачаться. И больше подпитаться энергией. Но ходить на 25-й бизнес-тренинг с надеждой, что тебя там научат чему-то такому, ну, знаете ли, это диагноз, друзья. Поэтому, по крайней мере, после этого видео честно дайте себе оценку. У меня вообще что? Может, я маньяк? У меня болезнь? Или зачем все это? Запомните простое правило, которым я всегда руководствуюсь. Чему бы я ни училась, я сразу же превращаю это в опыт, конвертируемый в деньги. Если я чему-то поучилась и не превратила это в деньги, значит, больше я учиться не буду. Лентяйка. Ну, вот, собственно, таким был этот выпуск. Я очень надеюсь, что вам было интересно и что вы действительно что-то для себя полезного подчеркнули. По крайней мере, мне хочется в это верить. Поэтому обязательно поставьте лайки, если вам понравилось. Не стесняйтесь, ставьте дизлайки, если вам не понравилось. Потому что дизлайки, кстати, это тоже хорошо. Но об этом я вам расскажу в следующий раз. Потому что уже в следующем выпуске я расскажу вам, как создать классный ютуб-канал. Как его продвигать. И вообще, сколько денег для этого необходимо. Интересно? Обязательно напиши, что интересно. Мне будет приятно. Ну и, собственно, до скорых встреч, друзья. Буду рада вашим комментариям. И не пишите мне, пожалуйста, ничего плохого. Я же женщина, у меня потом эти расстройства нет.